Если для большинства людей сапсерфинг это приятный спортивный отдых, то для Максима Харченко это настоящий экстремальный вызов. Вот уже несколько лет спортсмен испытывает себя в необычных и довольно рискованных путешествиях. Максим преодолевает сотни километров Тихого океана, будучи один на один со своей сапдоской. В этот раз Харченко завершил экспедицию из Приморья на Сахалин. Старт фактически у меня был здесь, в поселке Ульссоболевка перед мысом Олимпиады. Я прошел порядка 150 километров до границы Приморского и Хабаровского краев. И потом прошел Татарский пролив и перешел с материка на Сахалин в самом русском месте и финишировал на острове Сахалин. Экспедиции Харченко проходят под флагом Русского географического общества. Поэтому не случайно, что маршрут последнего проекта проходил буквально по историческим следам адмирала Невельского и его команды. В отличие от них, в эту тяжелейшую экспедицию Максим отправился в одиночку. Стартовал в мае. Впереди его ждала тысяча километров, на которые он потратил около двух месяцев. Весь набор выживания Харченко взял с собой на САП, а ночевал на безлюдных берегах Дальнего Востока. Самые яркие сны именно в экспедициях. Настолько реальные. Не знаю, с чем это связано. Может быть, физические нагрузки, свежий воздух, отсутствие контакта с людьми. Но очень снится яркий сон. Потому что поле боя Древней Греции. Я в доспехах спартанца бегу по этому полю боя. Я понимаю, что я бегу на старт перехода с материка на Сахалин. Вся дистанция стала своеобразной школой, как говорит Максим. Узкий залив, шквальный ветер, волны. Все это хоть и доставляло проблем Саперу, однако подготовило его к сложнейшему финишу. Пересечению Татарского пролива от материка до Сахалина. Чтобы спортсмена не снесло течением, ему пришлось около двух часов работать на износ. Как в спортзалах. Любой перерыв мог закончиться плохо. Потому что перед мысом 15-километровый неприступный скальный бастион. И здесь в свое время чуть не погиб Арсеньев, когда обходил вместе с местными гидами. Можно было, конечно, тренироваться в Владивостоке, приехать там из Лазарев, взять в сопровождение лодку, катер и перейти с комфортом с материка на Сахалин. Но это не мой подход. Я хотел один на один. И героизм оправдался. Сапер финишировал без инцидентов. Серьезно потрепала лишь несменную подругу Максима, его сапдоску. Теперь спортсмен делится своим важным опытом со всеми дальневосточниками. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.